Десна ТВ Ансамбль «Десногорский плюс» выступил на фестивале в Калужской области. Я, в принципе, достаточно большое количество видел мелких городов и крупных, вот конкретно таких мероприятий. Здесь достаточно масштабно и красиво. 15 августа в Десногорске прошло открытие региональных спортивных соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Местом проведения события стала открытая площадка в 4-м микрорайоне. Она же и отвечала еще пока действующим эпидемиологическим ограничениям. Кстати, из-за них открытие соревнований было перенесено с 8 августа, когда отмечается День физкультурника. Но это не помешало поздравить с прошедшим праздником Десногорского тренера по баскетболу Евгения Томиловского. Я хотел бы вам очень сказать большое спасибо за развитие спорта баскетбола у нас в Десногорске. Он растет у нас, такие площадки прекрасные появляются. И благодаря, я думаю, в частности, вам вы развиваете. Вот сколько молодежи берут с вас пример и этот мяч вам. Пройдя в значительно меньшем от привычного масштабе, мероприятие «Оранжевый мяч» все же стало праздником баскетбола для любителей этого вида спорта. Борьбу за мяч вели более 200 участников со всей Смоленской области. В соревнованиях приняли участие команды со всей Смоленской области в трех возрастных категориях. Десногорск представляли команды ЦСП «Динамо-Росатом», которым удалось занять три призовых места. Среди юношей лучшей стала команда «Динамо», у мужчин успешно выступили команда «Четыре Амигаса» и команда «САЭС», которая стала второй, уступив в финале Смоленской беде. 15 августа Спас Дименск отметил День города. С самого утра начались торжества, частью которых уже традиционно стало выступление вокального ансамбля из города Атомщиков «Десногорочки-плюс». Вот таким дружным коллективом, под аккомпанемент своих песен, ансамбль «Десногорочки-плюс» отправился в Спас Дименск. Впереди 80 километров пути. 15 августа Спас Дименск Калужской области отмечает День рождения. Мероприятия в этом небольшом городе с населением чуть менее 4,5 тысяч человек начались с самого утра. А центром событий вечером стал городской парк. Там проходил 9-й межрайонный фестиваль песни и танца «Спас Дименская заваленка». Каждый год меняются гости, меняются коллективы. Кто-то может приехать, кто-то на гастролях не приезжает, а кто-то уже постоянный наш гость. Одним из таких постоянных гостей уже не первый год становится ансамбль из Десногорска. «Десногорочки-плюс» выступили в специальной номинации для хоров и ансамблей «Голос звонкий». Это уже 574-й день рождения относительно близкого к Десногорску соседа. «Спас Дименск» продолжает оставаться достойным представителем своей области, радуя как местных жителей, так и гостей города. «Я, в принципе, достаточно большое количество видел мелких городов и крупных, вот конкретно таких мероприятий. Здесь достаточно масштабно и красиво. Реально красиво, то есть здесь постарались и каждый год стараются». «Дорогие друзья, дорогие десногорцы, приезжайте сюда хотя бы один раз в жизни и побывайте в Спас Дименске. Очень шикарно. Праздник проходит на ура». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде. 18 августа в Десногорске солнечно и ясно. Температура днем плюс 23, ночью плюс 14. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова